Сегодня мы с вами говорим о актуальной проблеме современности, это социофобия. Миллионы людей страдают социофобией и боятся обратиться даже за лечением. Социофобия это не острая психиатрия, это немножко другой формат, чем вы привыкли видеть на моем канале. Обычно я рассказываю про острые диагнозы, но социофобия, несмотря на свою нетяжелость, скажем так, и не острую психиатрию, все равно очень важный диагноз и доставляет проблемы многим людям. 13% населения страдает от социофобии, и поэтому сегодня мы с вами разбираем клинический пример, также разбираем интересный фильм, и я вам дам некоторые рекомендации. Здравствуйте, я приветствую вас сегодня на своем канале, снова европейская психиатрия, у нас новый формат, и я рада с вами сегодня начать обсуждать эту тему. Начнем мы с вами с клинического примера. Ко мне обратился молодой человек возрастом 28 лет. Конечно же, обычно, когда люди обращаются за помощью, они не говорят вам диагноз, они не приходят и не говорят, здравствуйте, у меня социофобия. И в этом случае было точно так же. Пришел молодой человек и обратился по поводу депрессивности, также обратился по поводу якобы ухудшения памяти и обратился по поводу поставленного другими врачами шизоидного расстройства личности. Потом в процессе беседы выяснилось, что депрессивность у него как раз на фоне его комплексов, его такого хронического состояния. На тот момент молодой человек проходил несколько видов психотерапии. Это был психоанализ в течение нескольких лет, который мало что дал. Потом была когнитивно-поведенческая терапия, но терапевт через полгода ушел на пенсию. И потом снова еще два года психоанализа. Конечно, какие-то улучшения были, но психоанализ, к сожалению, это не тот метод, который мы должны лечить социофобию. Также были проведены различные неврологические обследования, в том числе МРТ. Пациент наблюдался у невролога и, в общем-то, был в тупике, не понимал, что ему дальше делать. Ухудшение с памятью тоже это очень странная история, потому что это было очень субъективно. То есть потом выяснилось, что никаких ухудшений памяти нет. Просто из-за своей самокритики, из-за сосредоточенности на своем состоянии пациенту казалось, что другие люди запоминают гораздо лучше него. Но вот это не совсем правильно. То есть оказалось потом, что никаких нарушений памяти у него нет. Но при этом пациент еще говорил, что ему очень тяжело находиться в общественных местах. Он стесняется смотреть в глаза людям, он также стесняется выступать. Надо сказать, что профессией как раз этого молодого человека был бизнес, он работал в крупной компании, и ему постоянно нужно было делать доклады на различных презентациях. И поэтому, когда пациент обратился, он хотел улучшить как раз свои выступления, он хотел также уменьшить депрессивность и, как он сказал, также улучшить свою память. Что касается объективных методов исследования, сейчас я обращаюсь к коллегам, которые ставят первичные диагнозы. Вам всегда нужно полагаться на объективные методы исследований, потому что, когда человек говорит, у меня плохая память, мы не можем верить на слово, потому что зависит от того, с кем себя сравнивает человек, что он имеет в виду, проводились ли объективные тесты. Поэтому всегда смотрите, всегда направляйте пациента, например, на нейрокогнитивные исследования. Так, каковы же у нас признаки социофобии? Здесь, конечно, ключевое слово то, что волнение проявляется на людях, то есть это как бы боязнь оценки других людей. Это нервозность, это сложности в поведении в общественных местах, например, человеку сложно кушать, это классика. И наш пациент работал в крупной бизнес-компании, то есть ему нужно было постоянно делать какие-то презентации и доклады, постоянно нужно было общаться с коллегами. И молодой человек выбрал вот эту профессию как раз, и это уже отличие, например, от шизоидного расстройства личности, потому что все-таки люди с шизоидным расстройством личности стараются больше выбирать те профессии, где не нужно совершенно общаться с людьми, контактировать с людьми. То есть это может быть какая-то сфера IT, например, это может быть сфера работы на дому, опять же, самостоятельной работы. Но вот как раз люди с социофобией, они обычно все-таки выбирают ту профессию, которая по душе, и это нередко как раз связано с общением с людьми. И когда это не получается, очень от этого страдают. Когда же ставится официальный диагноз... Когда начинаю говорить, видите, он как раз начинает летать. Когда же ставится официальный диагноз социофобии? Я с вами, конечно же, делюсь самой актуальной информацией, и поэтому рассматриваю с вами самую актуальную международную классификацию. Это одиннадцатый пересмотр, десятый пересмотр мы уже практически не используем. И вот как раз по классификации одиннадцатого пересмотра, это глава, которая называется глава 6b, расстройство, связанное с тревожностью и страхом. И там есть подделение глава 6b.04. Это как раз расстройство, связанное с социальной тревожностью. Итак, какие же по новой международной классификации у нас есть симптомы социофобии? Конечно же, это страх совершения каких-то действий в социальных ситуациях. То есть в данном случае человек боится что-либо делать на людях, испытывает очень сильную неловкость, неудобство. И как я уже сказала, классический пример это именно кушать на людях, ходить в какие-то кафе, рестораны. Также это ситуация, когда нужно знакомиться, когда нужно себя презентовать. Второй симптом это то, что люди увидят признаки волнения и будут за это осуждать. Это как раз классическая когнитивная ловушка, что я сейчас буду краснеть, бледнеть, потеть, и это будет заметно окружающим. И окружающие потом будут негативно из-за этого ко мне относиться. У меня, например, была пациентка на терапии, которая сильно краснела и очень страдала из-за этого. Если мы берем классическую паническую атаку и понимаем, что там есть сердцебиение, там есть страх смерти, там есть одышка, то мы можем достаточно хорошо проводить экспозиции. А вот в таких ситуациях сложно как раз то, что покраснение лица не является летальным симптомом. И все пациенты это прекрасно понимают, что это просто симптом, причиняющий неудобства. Поэтому экспозиции здесь проводить достаточно сложно. Хотя, опять же, я рекомендовала тоже этой пациентке, несмотря на это покраснение лица, общаться дальше и даже стремиться общаться в каких-то ситуациях, чтобы преодолеть эту неловкость и понять, что несмотря на такой симптом, люди ее все равно воспринимают адекватно. Но эта пациентка, конечно, воспринимала ситуацию очень катастрофически. То есть она считала, что из-за покраснения лица, сейчас ее начнут осуждать люди. Она начинала, понимая, что краснеет, заикаться, начинала потеть и хотела, конечно же, убежать из ситуации, покинуть эту ситуацию, что и происходило в большинстве случаев. Избегание. Третий симптом. Ох уж это избегание. Это то, над чем мы очень долго обычно работаем на психотерапии, потому что люди воспринимают избегание как нечто позитивное. То есть я избежал ситуации, я избежал какой-то опасности, и вот, к сожалению, это закрепляет порочный круг страха, закрепляет порочный круг социофобии. Что происходит? То есть человек думает, что есть какая-то опасность. Вернее, эти мысли даже не на сознательном уровне. Это происходит очень бессознательно. То есть наш мозг воспринимает некий триггер в окружающей среде и реагирует типичной реакцией на стресс. То есть выделяются гормоны стресса, и человек понимает, что там есть опасность. И вот если человек выходит из этой ситуации, он закрепляет для себя, что да, там действительно была опасность. И я ее избежал только благодаря своему избегающему поведению. То есть, например, если что-то случается плохое, значит я недостаточно беспокоился, недостаточно избегал. А если не случается, то значит только благодаря тому, что я спасся и вышел из этой ситуации. И следующий критерий это то, что симптомы присутствуют в течение нескольких месяцев. Вот в новой классификации как раз не уточняется количество месяцев. Раньше в некоторых классификациях это было, например, полгода. Но сейчас, если говорить об англоязычной версии, пишется few months. То есть мы знаем, что это несколько месяцев. И также социофобия, конечно, причиняет человеку неудобства во всех сферах жизни. Это может быть, например, сфера жизни учеба, работа, семейная жизнь, общение, отношения с другими людьми. Часто люди задают мне такой вопрос. Я же работаю над социофобией. Я хожу в магазин, я пытаюсь общаться с другими людьми, я пытаюсь разговаривать с своими соседями, с окружающими. Но почему-то симптомы социофобии никуда не уходят. Вот здесь, конечно, тоже одна из ошибок. Вначале нужна психотерапия по методу именно когнитивной психотерапии. И это называется когнитивное переструктурирование. То есть вначале мы должны понять, в чем же проблема? Как же интерпретировать симптомы социофобии? Откуда они берутся? Что же они дают? К чему они приводят? И когда уже человек прошел такое когнитивное переструктурирование, тогда уже вперед. Только тренировка, тренировка и тренировка. И еще один частый вопрос. Чем же отличается социофобия от стеснительности? Социофобия, как и многие диагнозы в психиатрии, это спектр от самых легких форм до тяжелых проявлений. И если говорить о самых легких формах социофобии, то это и есть та бытовая стеснительность, о которой рассказывают многие. Вот такая вот стеснительность есть у очень многих детей, подростков, молодых, взрослых, которые выходят во взрослую жизнь. И здесь границы на самом деле очень размытые, где кончается стеснительность и начинается уже диагноз социофобии. Конечно, мы пользуемся диагностическими критериями, но чаще всего это не совсем коррелирует с тем, обращается человек или не обращается на лечение и пытается ли он преодолеть это сам. Если говорить о подростках, то примерно 70-80 процентов подростков испытывают социофобию. Это бывает не генерализованная социофобия, а, например, ситуативная в каких-то отдельных ситуациях. Например, отвечать у доски или знакомиться с новыми людьми. Но после того, как люди выходят уже во взрослую жизнь, начинают учиться в университете, начинают работать, социофобия обычно преодолевается. То есть человек просто тренируется быть в разных социальных ситуациях и приходит тренировка. Почему человек не получил адекватные социальные навыки в семье, мы с вами будем говорить в других видео, в следующих, когда будем обсуждать причины социофобии. Потому что чаще всего 80 процентов нашего общения в таком школьном возрасте это все-таки семья. Именно в семье человек учится себя пробовать в разных социальных ситуациях. А может ли социофобия пройти полностью? Тоже классический вопрос. Конечно, может. Вообще-то это диагноз с очень хорошим прогнозом. То есть здесь самое главное найти подходящего специалиста, найти подходящий метод лечения и практически пройти уже это лечение, этот курс терапии. И потом уже только тренироваться в различных ситуациях. Итак, так как сегодня вы видели кадры из фильма «Король говорит», то я скажу еще пару слов об этом фильме. Дело в том, что у короля была не только социофобия, у него еще было сильное заикание. Здесь очень сложно сказать, что первично, что вторично. Потому что, возможно, в детстве кто-то его испугал, развилось заикание и уже на этом фоне, скорее всего, развилась социофобия. Но, возможно, и другая ситуация. По фильму мы этого не знаем. И при этом мы видим, почему речь идет именно о социофобии. Обычно в кругу близких людей, в семье, люди социофобии чувствуют себя достаточно хорошо. Они могут раскрыться, они могут, например, рассказывать анекдоты, шутить. И мы видим в кадрах, что король как раз в семье рассказывает сказку своим дочерям и при этом не особо смущается. Да, есть заикание, но он чувствует себя достаточно комфортно. Теряется он только на публике, потому что на публике как раз возникает вот это вот ощущение катастрофы и ухудшают ситуацию также и близкие люди, которые, например, его отец, который стоит рядом и говорит «давай соберись, давай успокойся». И мы видим, как у человека еще больше сбивается речь и он еще больше начинает волноваться. Это, кстати, типичная ошибка многих родственников людей социофобии, когда они говорят «возьми себя в руки, успокойся». Но это человеку, конечно, очень сложно. Это нереальное требование и подход должен быть совсем другим. В фильме не показано, как, например, у человека бьется сердце. Мы не видим, как он потеет, например, или как он краснеет, но тем не менее мы видим, что главный герой очень четко показал вот это волнение любого человека социофобии перед выступлением, как он идет к этому микрофону, как он идет по этим длинным коридорам. Мы видим его мимику, мы видим, как он волнуется, когда знает, что в конце этого коридора его ожидает радио. Вот этот вот злосчастный микрофон с мигающим красным глазом, после которого будет его провал, виден всем остальным людям, после которого будет катастрофа. И поэтому в заключении видео я хочу сказать, что работа социофобии – это не только работа, например, с заиканием. Это не только работа с какими-то социальными ситуациями. Понятно, что в большинстве случаев проблемы лежат гораздо глубже. Это работа и с прошлым, это работа и с детством, работа также с самооценкой. В процессе терапии открываются многие другие вещи, поэтому важно найти подходящего психотерапевта. И, кстати, пациент, о котором я вам рассказывала в начале видео, сделал большие успехи. Он теперь свободно выступает на каких-то бизнес-заседаниях и также он свободно знакомится с новыми людьми. Он повысил свою самооценку и в целом качество своей жизни. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Ставьте обязательно лайк и я жду вас на следующих видео.